Здравствуйте, дорогие зрители! Попала я однажды на премьеру в Дом кино, и, глядя на экран, вдруг почувствовала, что внутри меня рождаются какие-то слова. Славная, славная, красноукрашенная земля русская. Многими красотами дивишь ты. Холмами высокими, озерами многими, дубравами частыми, городами великими, селами дивными. И вдруг поняла, что это безвестный автор слова о полку Игореве. Наверное, внутри него рождались какие-то удивительные слова благодаря большой любви к русскому народу, к своей земле. И сегодня у нас в гостях режиссер документального кино, искусствовед, музыковед, автор замечательных анимационных проектов Вера Михайловна Токарева. Автор как раз того фильма, который так меня заворожил. Называется он «Однофамильцы Федоровы». Здравствуйте, Вера Михайловна! Здравствуйте! Знаете, фильм оставил неизгладимое впечатление, потому что герои, которые были на экране, это люди высочайшего интеллекта, и они с таким проникновением говорили не только о себе, но и о своих корнях, и о своих близких людях, и очень даже неблизких людях, потому что они вспоминали не только свою историю, но и историю Отечества. Как пришла идея самого фильма? Почему именно Федоровы, а не Ивановы или Сидоровы? Вот этот вопрос, почему Федоры, а не Ивановы, и не Сидоровы, его очень часто задают, поскольку узнают все, что вот Иванов, самая употребляемая фамилия у нас в России. Ну, это вопрос. А относительно Федоровых было так. В 1993 году, уже 18 лет тому назад, мне в голову пришла эта идея сделать картину однофамильцы Федоровы. Почему? Потому что время, сами знаете, какое было, очень тяжелое, очень непростое, и вот именно в это время вдруг возникла, ну, я бы сказала, целая плеяда людей, которые носили фамилию Федоровы. Причем они родством не были связаны. Они были однофамильцы. Ну, напомню, что министром юстиции был Николай Васильевич Федоров, который беспрецедентный поступок совершил. Он вышел из правительства в знак несогласия с пренебрежением правом в политике, как он сказал. Он Ельцину написал, что называется, докладную записку, и сам ушел, где вы видели министра за 20 лет свободной России, чтобы сам ушел. Сегодня это президент Чувашии. Он был президентом Чувашии 17 лет. За 17 лет, ну, Чувашия стала городом-садом. И это, кстати, был одним из проектов, которые он хотел сделать. И он фактически его сделал, потому что огромное количество садов было посажено, восстановлены старые сады. И Чувашия – это цветущий сад на самом деле. Это так и есть. Каждого, кто впервые приезжает в столицу Чувашии, поражает это красивейшее место в Чебоксарах. Вряд ли кому придет в голову, что всего 15 лет назад здесь была свалка строительного мусора, а речка Чебоксарка превращалась в болото. Тогда, в 1994-м, молодой президент собрал директоров предприятий и обратился к ним. Понимаю, денег ни у кого нет, у всех одни долги. Но у вас же есть квалификации, рабочие руки. Если мы любим свой город, давайте мы обустроим свой дом. Вот у кого что есть, сбросимся, и ради нашего общего дома начнем вместо этого болота и свалки строить дорогу. Ну, под дорогой я уже имел в виду проект строительства разных уровней залива этих фонтанов, поскольку любая дорога должна куда-то везти. Тут и визуально, в общем-то, было понятно. У нас Веденский собор единственный остался после затопления Чебоксарского водохранилища и старой части города, и всех соборов и храмов. И, конечно, дорога должна везти к чему-то светлому, к надежде и к вере. И как-то так неожиданно получилось, не я назвал эту дорогу дорогой к храму. Вот мы все это построили, и люди, народ назвал эту дорогу дорогой к храму. У меня есть предложение. Давайте мы послушаем героя, который незримо присутствует, и вдруг он вступает в беседу. Итак, представьте его, пожалуйста. Вы имеете в виду Горь Ивановича? Конечно. Горь Иванович Фёдоров, он как раз в цветущем яблоневом, уже не в цветущем, а в плодоносящем яблоневом саду, снимали мы его на закате солнца. Мы приехали в Чувашию утром, к вечеру мы доехали на другой её конец, почти на границе с Татарстаном, где всю свою жизнь живёт Горь Иванович Фёдоров, где жили его предки, в деревню Избахтина. Итак, деревня Избахтина, Горь Иванович Фёдоров. Вот когда сильные морозы в 78-м, на 79-й год были, до 40 градусов, я как раз тогда был студентом первого курса, сад погиб. И сад, этот восстановлен, значит, силами колхозников в 1980-м году. Любое дерево имеет свои корни. Если начинать свой род, у нас прадед был Фёдор, он уроженец этой деревни Избахтина. Они были шестером в роду. А мой дед, Александр Фёдорович, его сын, тоже вырос в этой же деревне. Он родился в 1903 году, умер в 1989 году. Мой отец, старший сын, Иван Александрович Фёдоров. В семье у нас пятеро детей, четыре сына и одна дочь. Отец умер рано, практически нас воспитала одна мать. А дедушка, Александр Фёдорович, он участник войны, был дважды ранен, воспитал семерых детей. Бабушка Анна Петровна Фёдорова 1902 года умерла в 1983 году. Вот такие мои корни. У каждого человека есть способность. У кого-то это проявляется с рождения, у кого-то проявляется по жизни. А сам дар Божий, мне кажется, это способность человека улыбаться, радоваться, творить, думать. Вот, мне кажется, это и есть дар Божий. Я думаю, во мне это тоже есть. У Фёдоров тем более. Вы знаете, когда человек берёт в руки яблоко, да, и мы знаем, что это история, сад был потерян, он за нашей безалаберности вот в течение достаточно большого количества времени просто умер. И люди нашли себе силы восстановить это древо жизни. А вот древо жизни бывает и деревом познания добра и зла, да? Ну, дерево жизни бывает не только у человека. Да. И у человеческого рода. И мы знаем, что сейчас в школе, чуть ли не в первом классе, дают детям задание, чтобы они нарисовали, вырастили, так сказать, из воспоминаний своих отцов и матерей то древо жизни, веточкой которого они являются. Но мы знать должны, что есть фактически у очень многих учебных заведений, каких-то производств, есть своё древо. Это своё древо жизни. Вы знаете, удивительно, ваши герои, они не связаны кровным родством, у них просто общая фамилия. Но если наш герой, а мы его озвучим, это ректор, в течение 20 лет возглавляющий крупнейшее наше замечательное учебное заведение, Бауманский университет, но до этого был ректор с такой же фамилией, вы не видите в этом какой-то связующей нити между прошлым и будущим? Дело в том, что вообще ничего случайного, как мы знаем, не бывает. И само слово Феодор, Теодор, как звучит это на латинских языках, означает Божий дар. И Божий дар это то, что есть в каждом человеке, как говорит Гурь Иванович Фёдор. Это удивительное явление, и мне всегда было интересно, когда я делала эту картину. Вот как в каждом из моих персонажей вот этот Божий дар открывается. А он в каждом открывается. Занимает ли этот человек высокие позиции в общественной жизни, как, например, Николай Васильевич Фёдоров, он 17 лет был президентом Чувашии, а теперь он член Совета Федерации от Чувашии. Он не стал баллотироваться вновь на пост президента, хотя более чем уверенно его бы избрали люди. Он не стал этого делать, потому что, а ему ведь только 52 года, он не стал этого делать, потому что он знает, что нужны новые силы, нужны молодые люди в управлении страной. И это очень важно, понимание того, что необходимо твоему народу, твоей стране. И вот у Фёдоровых это есть. Долгие годы, почти 20 лет, Бауманский институт возглавлял Игорь Фёдоров. Но надо сказать, что ему исполнилось 70 лет, и он был избран президентом теперь Бауманского института. Он всё равно президент, только не ректор, а президент Бауманского института. Здесь такие реликалии, но мне кажется, что он так интересно рассказывал о своём детстве, вот когда человек серьёзный в галстуке, в костюме, говорит трогательно о своих родителях, о детстве, как он бегал в декаметростроя, чтобы сыграть Тимура в пьесе Гайдара, как он занимался радиоэлектроникой. Он с таким увлечением рассказывает, что человек, который начинает свою творческую жизнь как студент в этом университете, он видит, что какая разносторонняя личность, возглавляет университет и не боится, что он, допустим, занимается ещё помимо радиоэлектроники, там, музыкой, например, да? Давайте мы сейчас посмотрим, как человек рассказывает о своём потрясающем, очень тяжёлом послевоенном детстве. Не возражаете? Конечно. Давайте посмотрим. Я в каком-то смысле дитя военной поры. Я родился в 40-м году, и всё моё раннее детство прошло уже во время войны. Я многое помню. Помню военную Москву, помню День Победы. Послевоенное время, трудное, голодное время, тоже хорошо помню. Но и помню, как о нас, о детях заботились. Вот, например, во всех семьях стояла баночка с рыбьим жиром. У всех. Это очень неприятная штука. Но имело это всё большой смысл. Витаминов было мало, фруктов тоже, в городах, по крайней мере, не было. И вот всем давали рыбий жир, как очень мощные витаминные средства. Помню, как нас в первых классах бесплатно кормили. Отцов у подавляющего большинства не было. Вот у нас в классе 45 ребят было. И дай Бог, если у 5-6 человек были отцы. Всё это сплошная безотцовщина. Матери работали с утра до позднего вечера. Мы были предоставлены сами себе. Ну, как-то вот все, в общем, вышли в люди. Потому что, в общем, конечно, была забота. И мы чувствовали. И материнская забота. И забота школы о нас. Была, в общем, так атмосфера. Я бы сказал, хорошая атмосфера. Трудно, но вот всё-таки такой оптимизм и вера в то, что будет лучше, была. Это очень важно. Я в детстве всё перепробовал в школе. И всякие фотокружки, и автомобильные кружки у меня права были. Тогда были юношеские права. Даже занимался в театре. У нас недалеко от нашего дома дворец культуры метростроя, и там была театральная студия для детей. И у нас в классе был один заедлый театрал, в Вороновске такой. И вот он нас всех туда смолил в эту студию. И режиссёр отобрал несколько человек, в том числе и меня, и поставил пьесу Тимура и его команда. Режиссёр был настоящий режиссёр, орал на нас, топал ногами, в общем, всё, что положено, рядел режиссёру. Вот. Я играл роль Тимура. Но вот всё-таки самое главное, что приглянулось, и мне, и очень многие в те годы, это, конечно, больше техника. В школе ещё всё-таки больше всего я увлёкся радио, и чем дальше, тем больше. Тогда это было очень распространено, занятие радиолюбительством. И это очень поощрялось. Был такой магазин, специальный, пионер, на Тверской, на улице Горького тогда, где можно было купить для самоделок разные детали. Всегда там в этом магазине полно мальчишек. Конечно, то радиолюбительство, которое было в 50-х годах и нынешнее, они очень сильно отличаются, прежде всего, элементной базой. Сейчас совершенно другая, она даёт новые большие возможности, но, надо сказать, и не так интересно. Вот приёмник, берёшь, и вот такой квадратик, чип, небольшой квадратик, а раньше приёмник, его надо было сконструировать, спаять, настроить. Ну, а дальше Баумовский университет после школы. Я золотую медалью кончил, поэтому я тут без особых сложностей. Тогда было собеседование. А потом я здесь работал, постепенно от инженера, теперь вот директора получается. Какого-то специального плана, карьерного, конечно, не было. Занимался тем, чем нравилось. Знаете, у меня такое ощущение, что вы фильм снимали всю жизнь, но, действительно, такой большой пласт культуры показан. Сколько лет вы снимали фильм? Ну, на самом деле, вся картина была сделана за год. Но, конечно же, была большая предварительная работа. Без этого никак нельзя. Она началась давно, тогда еще, в 93-м году, когда я познакомилась с первым героем своим. Я ездила к офтальмологу Святославу Федорову. Он тогда еще был жив. Мы договаривались тоже о том, чтобы умирало документальное кино. Все хотели, но денег никаких не было у государства, тем более. А у людей, которые могли бы что-то дать, в те годы невозможно было что-то выпросить, кроме снега. Но найти таких героев достаточно трудно. И вот один из них, это Виктор Васильевич Федоров, директор нашей замечательной библиотеки Ленина. Вот я, когда смотрела на экран, со мной разговаривал человек мудрый, опытный, который смотрел, может быть, немножко снисходительно. Мне так показалось. Нет? Нет, нет. Что вы? Это вообще удивительный человек. Это вот из той категории людей, когда ты встречаешься с человеком, видишь его первый раз и понимаешь, что это твой человек. Это твой человек. Мне хочется, чтобы зритель посмотрел на этого уникального человека и тоже немножко влюбился. Мне довелось жить в ту эпоху, когда дом Пашкова был восстановлен. Ведь дом Пашкова это родина российской государственной библиотеки здесь, в Москве. Родившись в 1828 году как Румянцевский музей в Санкт-Петербурге на английской набережной. В 1861 году Румянцевский музей переехал сюда. Из этого Румянцевского музея выросла одна из крупнейших библиотек мира, которая сегодня называется Российская государственная библиотека. Последние годы моей жизни связаны с Российской государственной библиотекой или как ее по-прежнему называют с Ленинкой. Про ощущения по этому поводу можно говорить очень долго. Мне кажется, что здорово повезло тем людям, которые так или иначе имели возможность поработать в библиотеке. Работая в библиотеке, особенно руководителем, надо быть ужасно хладнокровным человеком, потому что здесь хранится столько таких вещей, что называется и на Молинах, и книг, рукописи, к которым прикасались руки великих. Кстати говоря, самая древняя рукописная книга, которая у нас находится, это Архангельская Евангелие 1092 года. Если чуть-чуть расслабиться и отдаваться своим ощущениям, то, собственно говоря, работать будет очень сложно. Мы находимся в национальной библиотеке. Эта национальная библиотека хранит все, что напечатано в этой стране и хранит вечно. Вот главная задача. И, естественно, здесь сразу же вспоминается Иван Федоров, поскольку именно он напечатал первые книги у нас в стране. Вот здесь перед нами как раз находится один из экземпляров самой первой печатной книги «Апостол», 1564 год, почти полтысячи лет жизни, сколько рук прикасалось к этой книге. В детстве, даже в юности была такая мечта, хотя бы на мгновение на Красную площадь попасть на 500 лет назад, секунд на несколько, посмотреть, что там было реально. Ну, неплохо бы еще лет на 300 вперед побывать тогда. А теперь мне хочется сказать, еще одну очень важную вещь. Для Виктора Васильевича Федорова очень важно то, что он не президент библиотеки, главной библиотеки страны, не это, а главное то, что он библиотекарь Федоров, как Николай Федоров, основатель русского космизма. Человек по фамилии Федоров остался навсегда в истории России. Комната, в которой мы находимся, она называется каталожная. Это рабочий кабинет отдела рукописей. Именно в этой комнате работал идеальный библиотекарь Николай Федорович Федоров. Он был рядовым библиотекарем, не занимал никаких руководящих постов, но именно к библиотекарю Николаю Федорову приходили его современники, такие как Лев Николаевич Толстой, Владимир Соловьев, известный писатель-историк. Вот, кстати, они втроем изображены на этой картине. Сюда же приходил Константин Эдуардович Циолковский. И вот многие теоретические воззрения Циолковского, они продиктованы идеями космизма Николая Федоровича Федорова. В общем, здесь побывало множество наших знаменитых соотечественников, и именно поэтому мы хотели, чтобы эта комната была не только рабочим помещением, но и своего рода таким мемориалом. В 22 года открылась Николаю Федоровичу Федорову основная идея его учения. Мысль, что через нас, через разумные существа, природа достигнет полноты самосознания и самоуправления, воссоздаст все разрушенное и разрушаемое по ее слепоте. Душа человека, писал Николай Федорович, не лист чистой бумаги, а две биографии, отца и матери, соединенные в один образ. Истинным домом для него аскета и скромника стал храм. Он грезил о том времени, когда христианство из молитвы превратится в дело. «Дело – дел воскрешения из мертвых, возвратить сердца сынов отцам». Учение всеобщего дела он расценивал, как доведенное до высокого градуса сознание, голос веков и поколений. Вы знаете, я обратила внимание, смотрите, первый ректор Бауманки, Федоров, новый Федоров, и в библиотеке Ленина рядом стоит памятник первопечатнику Ивана Федорову. Первый библиотекарь, который был знаком с философом Соловьевым, с Львом Николаевичем Толстым. Федоров, да, здесь какая-то закономерность, и мне кажется, что это действительно какое-то проявление космизма. Возможно, это все возможно. В этом смысле, конечно, очень может быть. Потому что какая-то связь, которая, несмотря на отсутствие родственных связей, этих людей связывает. Потому что дали им такой дар Божий, и они его, в общем-то, достаточно бережно хранят, и делают все максимально для того, чтобы воплотить этот дар в дело. В дело, поскольку все они делатели, все они созидатели, все они созидают доброе, светлое, нужное человеку, нужное душе человеческой. Это крылья настоящей чуваши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас осталось совсем немного времени, чтобы попрощаться со зрителями. Что бы вы им хотели сказать? Я хочу сказать только одно. Каждому человеку дается Божий дар. И надо вовремя осознать свое предназначение. И осознав, постараться обязательно воплотить. Спасибо. Помните имя свое, знайте имя свое. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok